Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем уроке мы с вами попробуем сделать улетающее сердечко. Для этого мы откроем в фотошопе картинку, любую подходящую, конечно, под этот случай. Создадим новый слой. Вот здесь щелкнув по этому окошку левой кнопкой мыши. И возьмем инструмент «Произвольная фигура». Вот здесь откроется окошечко. Здесь наверняка у вас найдется такое сердечко. Вы можете взять снежинку, можете взять солнышко. Соответственно, конечно, цвет поменяете. Но я выберу сердечко. И зажав левую кнопку мыши, я начну двигать вот это сердечко. Цвет у меня красный здесь будет поставлен, вы тоже поставьте. Ну, конечно, соответственно, если снежинка, то, значит, берите по цвету снежинки. У меня сердечко, я взяла красный цвет. Вот здесь в панели слоев у нас образовалась вот такая фигура. Мы на ней щелкаем. Оно у нас активное. И переходим в контуры. Здесь у нас написано «Векторная маска фигура 1». Вот контур можно образовать. Щелкаем правой кнопкой мыши. Образовать выделенную область. Я возьму в один пиксель. Ок. Перехожу снова в слои. Здесь щелкаю правой кнопкой мыши. И нажимаю «Растрировать слой». Теперь она у нас не связана. Можно двигать его, перемещать и делать все, что угодно. Нажимаю «Контрол плюс Т». Разворачиваю сердечко. По ходу движения руки. Нажимаю «Применить». «Энтер». «Контрол плюс Д» снимаю выделение. Можно применить, например, тень, чтобы оно было более естественным. Я вот применяю тень. Видите, здесь сзади сердечко появилось. Тень нажимаю «Ок». Здесь я подожму вот эти. Нашу тень. То есть те стили слоя, которые мы применили, я их сжала. Теперь нажимаю «Контрол плюс G». Здесь выключаю глазик и работаю с этим слоем. У нас здесь наверху. Когда нажмем «Контрол плюс Т», вот здесь поменяем на процент. И мы можем и здесь, конечно, увеличить. Зажав левый «Шифт», можем слегка увеличить это сердечко. Или можем здесь поменять проценты, вот это стереть. А здесь поставить любые проценты. То есть мы увеличиваем, короче, сердечко. «Энтер» применить. И чуть-чуть я его подвину с помощью инструмента перемещения. Вот так подвинула. Теперь я снова нажимаю «Контрол плюс G». Дублирую его. На корпус снова перемещаю. Вверх. И я могу его теперь увеличить. «Контрол плюс Т». Тоже увеличиваю его. Чтобы она не изменилась, не потеряла форму, держите зажатым левый «Шифт». Увеличила. Примените «Энтер». И уменьшаю непрозрачность. Уменьшу до 80. Ну, примерно. Оставлю так. Теперь снова «Контрол плюс G». Поднимаю его вверх. На корпус этого предыдущего сердечка. Также его чуть-чуть увеличиваем. «Контрол плюс Т». Увеличивать можно, я вам показывала уже в панели. Наверху. Или с помощью мышки потянуть слегка за угол. «Контрол плюс Т». Примените «Энтер». И уменьшаю снова непрозрачность. Еще на 10, 15, 20. Это там уже сами будете смотреть. Я просто вам показываю, как это делать. Снова «Контрол плюс G». Двигаю его. Снова чуть-чуть, чуть-чуть увеличиваю. «Контрол плюс Т». Растягиваю его. Уменьшаю непрозрачность. «Применить». Нажать нужно, не забываем. Снова уменьшаем непрозрачность. Я уменьшу до 50 с чем-нибудь там процентов. Не важно. Вы сами будете точно, были точно делать все это. Снова «Контрол плюс G». И уже это сердечко выносим за пределы. И непрозрачность еще добавляем. Вернее, уменьшаем до 20. 30 вот так. Ну, примерно. То есть будет так. Все. Теперь начинаем строить анимацию. Все глазики, абсолютно все, сначала выключим. Становимся на нижний слой. И здесь посчитали, сколько у нас здесь фигур получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь также добавляем шесть кадров. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, чтобы шесть кадров было. Вместе с основным первым. Вот так они у нас получились. Становимся. Время ставим. Здесь можно 0,1-0,2 секунды поставить. Становимся на первые кадры, на первый слой. Включили. У нас сердечко есть в руке. Переходим на второй кадр. Второй слой. Начинаем строить анимацию. Переходим на третий кадр, на третий слой. Здесь глазик отключаем. На четвертый кадр. И здесь также поднимаемся вверх. Здесь у нас слои не совпадают, потому что это копии. Но вы можете переименовать их. Я вам уже показывала в прошлом уроке, как это делается. Снова переходим. На первом отключаем, смотрим, чтобы здесь не было. Только один слой должен быть включен. И на последний, на шестой. Здесь на первом мы включили. Проверяем, смотрим. Раз, два, второй, третий кадр. Вот она начала двигаться. Пятый. И шестой улетел. Ну, все правильно. Здесь все глазики тоже, соответственно, двигаются. Смотрите, первый слой. Второй, соответственно, смотрите. Третий, чтобы не было включено других глазиков. Пятый, пошел шестой, закончили. Ну и теперь прокручиваем анимацию. Смотрим, что получилось. Вот наше сердечко улетает из руки у девушки. Вот такой несложный урок. Всего хорошего. С вами была Зося. Удачи вам. Творческих успехов. Субтитры создавал DimaTorzok